Всем привет, друзья! А вы знаете, что такое невезет и как с этим бороться? Вот я последние полчаса думаю именно об этом. Все началось с того, что я решила снять видео. Подумала, что, наверное, я уже так давно не снимала, что про меня все забыли. Кстати, если ты не забыл про меня, то поставь мне лайк. А если ты не знал про меня, то, я думаю, сейчас самое время подписаться на канал. И вот я решила снять видео. Первое, это, конечно, я пошла искать, на что его снять. И обнаружила, что видеокамера разрядилась, телефон тоже. Еще один телефон постоянно глючит, это уже третья попытка записать видео, потому что предыдущие две не увенчались успехом. Так, я открою слайм и буду вам это все рассказывать вместе со слаймом. Ай, открылась. Ну, это уже еще одно не везет. Затем я благополучно все-таки взяла этот телефон, который, как оказалось, все-таки не работает, и пошла искать штатив, ну, дабы освободить две себе руки. После этого я обнаружила, что штатив я найти почему-то не могу. Вернее, я вижу штатив, но я не вижу тот держатель, который держит мой телефон. Затем я спала с лестницей. Ну, это я так бежала, и это моя вина. А, в общем, как-то так вечер начался интересным. Ну, конечно, это все мелочи, и это вообще все ни о чем. Ну, просто как-то так все мешает мне таки снимать. Поэтому, наверное, я редко снимаю. А если на самом деле я просто не очень уверена, что то, что я делаю, кому-то надо. Так, поэтому на сегодня вечером вечер, очередной вечер, с таким вот очень тягучим слаймом, и будем говорить о нем. Так как пока я искала телефон, пока я искала видеокамеру, я настолько растеряла все темы для разговора, что я уже мысли назад не соберу. Вот так вот. Красиво он блестит. Так, продолжим с моим прелестным слаймом. С ним я уже снимала одно видео, и именно этот слайм меня поразил потрясающим запахом, который, конечно, не виден через экран, но зато вы можете мне поверить. И вот вот эту лизучую непонятную субстанцию, которая почему-то настолько сейчас популярна на ютюбе, потому что говорят, что это антистресс. Но все-таки он мне не очень выводит из стресса, потому что у меня стрессы такие неслаймовые. Я даже не знаю. Хотя я знаю, что меня могло бы вывести из стресса, но это явно не вот эта вот субстанция. А что выводит из стресса у вас? Просто интересно. Я расскажу, что выводит меня, и почему-то у меня ассоциация именно с этим. Казалось бы, когда-то мне было очень плохо, и я попала в какую-то кафешку, на улице шел ужасный дождь, лень, все было настолько плохо, я промокла насквозь, я была все мокрая, я кого-то ждала, в общем, был какой-то день гораздо хуже, чем сегодня. И я зашла в такое небольшое кафе, оно было настолько уютное, я заказала себе латте. И мне принесли вот эту чашку горячего напитка, и оно было безумно вкусное. И, наверное, вот это я вся сижу такая мокрая, вся промерзшая, это кафешка, эти ожидания, и тут это латте. И я настолько почувствовала себя счастливой в тот момент, то есть у меня какое-то такое чувство легкости, чувство, что все проблемы ушли, вот я просто пью это кофе здесь и сейчас, и меня вообще ничего не волнует, что там происходит. Понятно, что проблемы были какие-то такие, ну, не очень страшные, по сравнению с какими-то глобальными, ну, когда тебе там совсем мало лет, и ты кого-то, наверное, что я кого-то ждала, я уже тоже не помню, кого я ждала, я только помню, что я жутко замерзла, наверное, кого-то ждала, или чего-то, сейчас пытаюсь помнить. Вот видите, кофе помню, а кого ждала, не помню, чего, вернее, ждала я, никого. И вот теперь меня ассоциируется с нитью стресса именно с латэ, хотя прошло уже, не знаю, лет пять, наверное. А вот для меня латэ остался напитком, который снимает мой стресс. И если мне грустно, если мне хочется о чем-то подумать, если мне чего-то не хватает, я делаю себе латэ. Правда, сейчас я его делаю себе сама, хотя, если я попадаю в какое-то место, в какое-то кафе, то обязательно я заказываю себе эту чашку напитка. Это просто ритуал. Ритуал, это действительно. Где бы я ни была, где бы я ни проходила, я села в летной мысли, что, наверное, я пью этот напиток слишком много из-за того, что вот и ассоциации у меня такие, что это что-то, от чего мне обязательно должно быть хорошо. Ты начинаешь этим злоупотреблять. Наверное, у тебя наши пристрастия, это тоже сопоставимо. Нам что-то снимает стресс, но что-то делает нам более комфортно. И мы начинаем от этого зависеть. И потом, по факту, именно то, что нас успокаивало, и начинает приносить наибольший стресс. Если это становится каким-то злоупотреблением. Ну, вот как-то так. Как-то так, бессмысленные, бессвязанные мысли, бессмысленный, бессвязанный вечер. А я смею. А еще я поняла, что я заболеваю. Но в моем случае у меня очень тихий голос, он действительно такой в жизни. И у меня сразу теряется голос. То есть, первое, это я не могу говорить вообще. Я вот сейчас понимаю, что мне говорить с тобой за сложнее. Это признак того, что совсем скоро я просто буду шептать. А вот уже просто буду шептать, потому что не смогу говорить. И мне как-то так не хочется болеть. Во-первых, я сейчас одна. И я понимаю, что мне никто не принесет горячий чай, как приносила его в детстве мама. Мне придется топать на кухне, делать его самой. Мне никто не замотает в это одеяло. И мне грустно. Мне хочется как-то поболеть не в одиночестве. В одиночестве грустно болеть. Хорошо болеть, когда за тобой кто-то все-таки поухаживает. Но, к сожалению, если я заболею, то мне придется болеть одной. А вот такая грустная история. Так что в эту грустную историю я решила прийти вам и сказать, а вот я заболеваю, никто меня не жалеет, никто не принесет мне горячую чашку чая, а еще лучше лоте. И узнать, как обстоят дела у вас. Не болеете ли вы? Все ли у вас хорошо? И еще одну проблему. Теперь я вижу, у меня садится этот мой телефон. Ну, я надеюсь, что все-таки тут третью версию видео он снял, и я смогу ее выложить. Но на это мне придется вам сказать пока-пока, и я постараюсь вернуться как можно быстрее. Может, годика через два, когда мне снова будет грустно. Но я жчу. Я буду завтра. Всем пока.